Так, Узбекистан, звери, команда. Потом, смотри, по Олимпиаде, честно сказать, у меня настроение, сама Олимпиада испортила, само открытие. Это для меня как предзнаменование выхода Антихриста было. Вот я так это вижу. Выход Даджава. Вот эта Олимпиада, они как бы узаконили эти Олимпиады. Это литературное слово. Так, я может ошибаюсь. И трансгендерные, всю суету. Что? ЛГБТ запрещено в Российской Федерации и является экстремистским. Да, они это узаконили на мировую сообщение. Сказали, вот так мы двигаемся сейчас, дорогие. И это уже, я повторяю, это предзнаменование выхода Антихриста. И, что бы хорошо или плохо у нас в России, кто бы что ни говорил, но наше руководство имеет стержень в этом направлении, за что она вызывает большое уважение, что она держит курс на здоровые семейные ценности в отношениях. Это уже достаточно. Сколько бы там люди не зарабатывали, миллионы, но когда из твоего ребенка могут сделать трансгендер или... Лучше я буду жить здесь и говорить, хвала Всевышнему, что здесь я живу, к примеру. Но здесь зато у, так скажем, наших властимущих есть понимание, что хорошо, что плохо. Именно в семейных ценностях. Я не знаю, что-то я не так сказал. Вроде бы все четко, да. Ну, не будем о плохом, скажем так. Да, да, да. Это уже у меня настроение испортило. И плюс дальше испортило настроение то, что там наговорили на одну женщину, алжирку. Оказывается, она на самом деле женщина, но я тоже думал, что она мужчина, трансгендер. Она оказалась женщиной, там детские фотографии она показала. Да, просто она может быть похожей, как бы выросла, вылаживаешь там, ну, не симпатична, похожа на мужчину. А так она женщина, выяснила. Но там были другие случаи трансгендеров, заметили другие. Так что это позор. Позор Олимпиаде, самая позорная Олимпиада. Но, благо, есть и хорошие новости, что наши ребята, борцы, выиграли за другие страны, олимпийскими чемпионами стали. Там, за Узбекистан, за Румынию, да. За Болгарию. За Болгарию, да. Ну, молодцы, поздравляем их. И их осуждать мы не можем за это, потому что человек всю жизнь занимался... А многие так не считают. Нет, я считаю так. Человек потратил годы жизни. Если бы наши, например, и за Россию, может быть, их там на пятые строчки отпускали. И они чувствовали, что они могут быть... Может быть, до этого открытия они уже за Болгарию он начал выступать. До этого открытия. Он уже пошел в сборную Болгарии, к примеру, да. Здесь его как бы избивали за сборную, к примеру, да. Других там представителей, ну, более считали, как бы, руководство сборной по вольной борьбе считало, что другой посильнее будет, да, наш. И, может быть, он на самом деле посильнее, но он сейчас не боролся там, мы не знаем. И поэтому люди годы жизни своей потратили, и они имеют право реализовать, как бы, урожай получить с того, что они потеряли в зале, вот этих родов мучений, трудов. Я их не осуждаю, желаю им здоровья, им всеми, еще раз поздравляю, я рад за них. В общем. Очень позитивно, сейчас новость, очень позитивно, новость восприняли, что Рознабеку и Жамалову там в Узбекистане около 200 тысяч долларов, там, машину, Chevrolet Taho, там, еще квартиру какую-то и так далее. А вот когда Мусукаев приехал в Россию, когда он чемпионат мира первым стал, его здесь от своих кабардинцев дали, тоже от себя как бы, да? Чемпионат мира, олимпийские граждане. Нет, я к тому, что начали говорить, вот он за другую страну выступал, а как вы его можете премировать? Как вам кажется, насколько это, ну, нормально же у нас в борьбе, всегда так было, что... Ничего страшного нету. Ну, тогда пустите его за нашу страну бороться. Он хотел за нашу страну, но вы не дали ему, дали другому там. А он показал, что он сильнее того, кому вы дали здесь, да? Да, поэтому он поехал и выиграл за другую страну, и он красавчик. Вот и все. Должны его поздравить, это все равно россиянин, свой родной. Поэтому, я не знаю, это не важно, за какую страну он боролся. Но по факту он приехал сюда радоваться. Его спросят, и кто? Он не сказал, я румын, он сказал, я россиянин, я там с Кабарина-Балкарии. Вот такая ситуация. А как вы наблюдали за схватками Ахмеда Тажудина, 97 килограмм? Честно сказать, я, блин, вот я уже по факту видел, что человек выиграл. Видел там, что Снайдера выиграли. Потом третьим стал еще, я имя забыл его, вот его знаю лично. Вот он третьим стал. Разом бег же мало по Агамеду. А они, ну, а вот так я вот, честно сказать, так не следил, чтобы следить. Но уже по факту я уже поздравил всех, рад за них. Но если бы там по боксу было бы, уже бокс, более любимый вид сперта, но уже вот эта женщина, вот с этой Алжиркой случилась, уже тоже настроение испортило мне. И я даже бокс уже не смогу. А вот узбекистанские выступления? Узбеки, блин, сильные боксеры, они показали, что самая сильная школа бокса в мире на данный момент. И даже там случай был, где Кыргыз вторым стал очень, даже можно фильм снять по этому случаю, где тренер, он приехал без тренера, ему визу не открыли, где пришлось узбекскому тренеру, да, сборную Узбекистана, его секундировать, да, где-то свои, где-то, да, ну, в любом случае у него на работке были, со своим тренером. Ну, у него все равно виднее, где подножать, где, да, где там, ну, какая-то работа все равно производилась, минимальная. Но общие наработки были в Кыргызстане со своим тренером у Кыргызстана. Но он дошел до финала, молодец, и поэтому и в финале проиграл уже тренеру, который его секундировал. Ну, молодцы, я же говорю, что сказать. Можно фильм снять по этому поводу, да, интересный момент. А Жумурад уже минут 20 как бегает? Он больше будет, он будет час бегать, у него вес чуть, ему надо 4 килограмма полигра. Он скинет сейчас. Сегодня 4, да. А сколько сейчас у него вес? Ну, 92. Так, сегодня у нас вторник, вечер. Да, 88, может быть, завтра будет 89 500, завтра еще 4 скинем, и после завтра уже, или может, завтра 2, и, короче, там распределим. Главное, сегодня 4 скинем. Но вес намного лучше идет, он сам себя лучше чувствует? Да, прекрасно чувствует. Видите, ничего не ломает, ничего не ломает, не нервничает. Хайбула Мусалова, такая группа поддержки рядом была. Хайбула, это у нас тоже один из наших команды, который всегда с нами сейчас двигается, все, и сам тоже ММА развивается хорошо, и думаю, скоро вы его, может быть, даже и СССР увидите, но не в ближайшем будущем, конечно, может, через год, полтора, два, потому что тоже есть над чем работать. Помимо того, что он яркий, сильный ударник, нужно подтягивать, ази-вольной борьбы, над чем он работает и занимается. Так что скоро вы Хайбулу увидите, думаю, в одной из ведущих лиг. Нет, он сейчас тоже в хорошей лиге, наше дело это бомбовая лига. Это уже, она уже подступает, да, по уровню, да, они молодцы. Но мы берем ИСЕ, я беру во внимание, потому что здесь Гран-при есть за миллион долларов, здесь другие гонорары, да, я так понимаю. Поэтому ждем Хайбула Мусалова, ИСЕ или выше, может, Билла Тор, да, посмотрим. А вот вы как тренер спаррингуете, вы ставите, например, Хаджи Мурадов в спарринге с Хайбулой Мусаловым? Если да, то какие, например, какой прогресс, что может Хаджи Мурад перенять у Хайбулы, у боксера уровня? Они иногда стоят так, нет, мы чисто с ММА работаем, с ММА бойцами, иногда, да, стоят они пара, почему не стоят? Стоят, круговая работа в горцы, приходят, мы ходим, у нас бывает индивидуальная работа по утрам, с Хаджи Мурадом. Вечером идем в общий зал, в общем зале вижу круговая работа, пытается наработки, которые мы там что-то, как-то что-то совместными усилиями, что-то мы там придумали, пытается он это уже реализовать в спаррингах, да, и, конечно, есть Хайбулы пара с этим со всеми, но сейчас к этой подготовке у него бразилиц метр девяносто, да, почти двухметровый, и были все высокорослые спарринг-партнеры, поэтому... Бразила как бороть? Он все равно это интервью ряд ли посмотрит, и ряд ли найдет переводчика. Бороть тоже, он хорошо защищается со стойки, его бороть очень тяжело, он со стойки стоит от сетки, душит, потом у Бразила хорошо за спины заходит, застегивает хорошо, когда вниз много ныряешь, он локтями добивает хорошо, то есть рез у нас, наработки под него, от чего отталкиваться, и есть наработки, он каждый там 20 секунд стойку меняет, фронткики хорошо бьет, но мы тоже, он проделывает свою работу, мы свою, и что уже в ринге, так он покажет, мы посмотрим, у кого домашнюю работу, кто лучше проделал. А у Хаджимурада есть какие-то имена, с которыми он хотел бы подраться? Например, Шамилов, например, помните? Сейчас имя только у него, вот этот, это такой боец, я вам скажу, он проигрывал, да, он проигрывал, даже Соломо тяжело его выиграл, не так просто выиграл, Соломо Абдурахмана. Потом, да, нокаутировал его Фроло в первом раунде, но до момента нокаута тоже он, там, в начале раунда, но тоже он чуть-чуть, вот этот эпизод небольшой, который был, тоже он неприятно себя оставляет. Если он удар не пропускает серьезный, который его может потрясти, уже он начинает мучить соперника, был бразилиц, Янковский, что ли, ой, не правильно, белорус, до встречи с этим Песо, у него ноль было, график, но это Песо, хотя он доносил свои удары до него, там, первый раунд даже получше был, но бразилиец пристрелялся к нему, и своими фронткиками сбыл дыхание, подсолнышко, печень, да, и уже сделал свою работу, выиграл, забрал. Так что бразилиец, это такого формата он боец, он один бой, он может, да, нокаута проиграть, а другой может, очень сильный соперник будет, и непростой. А вот переход в новый вес, вы более позитивно расцениваете или негативно, потому что, ну, в среднем весе удары другие, ребята помощнее в плане, да, и удары у них сильнее. Сейчас, в данный момент все четко у нас, сейчас он тоже помощнее стал, потому что в бою, в бою с Фроловым, он за две недели до боя уже 80 весит был, 84-600 было, за две недели до боя, просто, видимо, психологический фактор какой-то влияет, когда 77 гоняешь, он начинал нажираться, что ли, не мог, как-то 90 весил, когда 77, а когда 84, видимо, это, ну, я не могу объяснить, и уже весил, да, но сейчас уже подошел, вроде правильно, вот, за три дня до боя, за два, за три дня, да, вот 92 весит, то есть, на момент боя он под 90 будет весить, я думаю, это нормальный задел, уже не будет такая разница весит, и момент боя с Фроловым 86 весил, вот, вышел на бой 86 килограмм, но Фролов 92 весил, да, 93, это же 7 килограмм, это ощущается, моща, удары, да, поэтому сейчас уже над этим, вроде бы, правильно подошли, ну, правильно подходит, ну, думаем, и в ринге тоже правильно работа будет проделана, я надеюсь, что все получится у нас, разделить очень непростой, это испытание для нас на данном этапе, нам надо его выигрывать, чтобы идти дальше. И последний вопрос, вот вы сейчас с коллегой говорили о том, что у Хаммаду Исмаилову не пришла некая повестка на госслуги про суд, а вот если она придет, как бы, придет вообще без проблем, какие-то, конечно, конечно, мы законопослушные граждане, если придет, мы там из новостей, из новостей, там, инстаграме, там, там, здесь мы не двигаемся, мы двигаемся по факту, есть повестка, значит, надо двигаться. Насколько я, может, уже пришла сегодня утром, я не знаю, но вот, как я знаю, вчера-порочера не было никаких оповещений, да, поэтому, если придет, значит, по состоянию здоровья, он сейчас восстанавливается, если здоровье не позволит, значит, адвокат пойдет, от всего доверенности, если здоровье позволит, сам пойдет, выслушает, что там, там 15 суток или 20 тысяч штраф, ну, это такое, такая мелочь, но, понимание нужно иметь, что обращение было к неизвестным лицам, а не к сотрудникам полиции. Сейчас сбежал, сейчас сбежал. Полежать надо 20 минут. Я пойду. Пармон, я иду с тобой сейчас. А не гляну, говорю. Как ощущения? Нормально все? Как подготовка? Нормально. Четко все. Ты не видишь, что ли? Улыбка на лице, улыбается, дальше все четко. На 84 перешел, прикинь, сейчас тоже немало надо гонять. зато никак на 77. Ну, зато, по-натию, да? Да, мошел. Я с тобой иду еще, брат. Все, я иду дальше, работаю. Все, мошел. Так что, это первая победа, это вес. А уже дальше у нас получается сам бой. Я думаю. Да, вопрос на счет, а и на счет этого, это обращение не было к сотрудникам. И до сих пор мы не знаем имена сотрудников и отдел, который там находился. Хотя эти, у меня, у многих людей, у всех законопослушных граждан, вопрос к этим сотрудникам, неизвестным лицам. С них будет спрос, интересный, за то, что он актуал и автоматов направлял на лица мирных жителей. И потом, что он в сапогах, в обуви заходил, да, хоть я не знаю, это мечеть законная, незаконная, уже слышно, что незаконная, но неважно. Ну, неважно в каком плане, ты уже пришел, как бы, это потом выяснилось, что она незаконная. На тот момент же, они, наверное, не знали, но надо выяснять, да, что они в сапогах зашли. Да, до этого были рейды, до этого были рейды. Все подходит, заходит старший, говорит, мама, у нас рейды. И мама повещает, если нет, нет, давай это разбираться. Можно сделать красиво, это выглядело, как провокация. Это стопроцентная провокация, то есть, и так сейчас, где наше общество должно быть сплоченным, вместе, дружным, такие выпадки, как мы уже сейчас выясняем, хотя я еще не уверен, что сотрудники, может, нет именов, отдел, мы не знаем, что такие выпадки в адрес, задевать чувство верующих, это неправильно. За это надо тоже спрашивать, да, за них надо спрашивать, почему, что, как, и они должны нести наказания. Вот так.